вот мошенник вот настоящий мошенник поймался настоящее время потерпевшая сторона утверждает обратно что якобы там нету золота нет никаких официальных документов и следствие следователи идя на поводу просто голословно заявлением возбуждают уголовное дело а хотя это все если им какие-то имеются претензии потерпевшая сторона должна была обратиться в госгеологию тем должна стаблиться которые дали заключение что там имеется рост золота поэтому здесь я не хочу вступать в дебаты с потерпевшей стороной но я хочу обратить внимание общественности дам вам слово скажу так по той перешей стороне это их конференция только они говорят давайте без вопросов вы заказываете конференцию выступать действия следствия органов они делали председателя то есть из гражданского дела сделали уголовное дело была гражданская правовая сделка между назаровым и той стороной долгой купли-продажи официально через нотарию через госрегистр это же нужно лишать гражданского порядка не сажать людей в настоящее время назаров он у него сейчас отсутствует эта компания и лицензия он передал почти все имущество покупателя еще находится в следственном изоляторе где здесь справедливости нету без справедливости я хочу особо отметить что следствие ведется в нарушении статьи 19 уголовно процессуального кодекса республики обвинение предъявлено в нарушении статьи 213 уголовно процессуального кодекса республики здесь никакие враги не идет да я расцениваю как бы попахивает рейдерство в том числе и обвинение, стоящее время и обвинение и обвинение поставлено в нарушении вот так что они следовала на 90-е время у нас настолько новое видео или как творleben выяснить какие-то творения, как борьба, образование, родоводства, которые в социальных сетях, они занимаются отражения в следовании, то есть если выезды на 100%. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 В этом году в Крыгызан в Крымске, в рамках этих городов, в Крымске, в Крымске, в Крымске, в Крымске, в Крымске, прикрылся в Крымске. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не знаю, что это будет происходить на следующий раз. Но я имею ввиду, что это не прибыль. Я беру границу с ульяной водой, Аксакалдарды салып, басанилердорту салып, пештырышки олдан, чечуги, болып пиле, мысал чумен, ушел чолдудаги, бюгун дали ушел чолдудаги каракошки. Бунын аяғына, ушел деп, кыргыз дөзі, бурда, салып, пуркуру, милисер тюрбөрсі дали болманымес, бурда, аксакалдар менелелеген ешвейде чечу келгендим. Ошел дали караккөрсю мистер. Майдан күн караккөр, бурман ешел аргумуу тыл 소�агат. Ещёа адамеүремт. А смолдандар юванын déнигігігігігі ешкен 6-� пөтінь. Хас іше ваше утвірдение разар 1995 кыргазан Айген. Монголу сказали, что его задержали, и они выехали, они готовы приехать в Ишкек и дальше конференцию. Не знаю, я что-то этого не знал. Монголы и китайцы. Все, давайте это... Ну что, вопрос? Папа, оставай. Да, да. Он говорит, хотел выехать, да? Я просто, может, упустил момент. Заперзел Ишкека. Куда он хотел выехать? Дело в том, что по тому... Он... Смотрите, следственные органы ухитрились его посадить все-таки. 15 апреля мы с ним пошли в прокуратуру, написали с явкой о повинной. Он уже ходил в розыске, а потом это самое. Мы решили прийти. Суд ему определил домашний арест. Но следственные органы ухитрились вот это второе дело выделить и его задержать через 4 дня. Понимаете? Человек пришел с явкой о повинной. Сам пришел добровольно к следователю, но все-таки так сделали, чтобы его потом по-другому... Каким-то образом выделили в отдельное производство это дело и его задержали. То есть он... Куда он хотел выехать? Даже по домашним арестам он должен выезжать. А кто вам сказал, чтобы кто-то... Ну, не попытался... Так вроде... Ну, вчерашний релист... Да, в сводках, в сводках, в сводках, в сводках. Я тоже прочитал. Ну, зато, это самое... Это все заказное же. Он сам пришел, и у него явка вспоминная. Все это оформлено, протокольное. Его задержали как дома, или там, на улице. Да? Ну, говорят, что его задержали... Когда он вышел в магазин... В общественных местах, да. В общественных местах, биллиардно его задержали. А санкция суда была уже? Да, оказывается, была. Заочная санкция. Нет, вот уже... А, вчера, да, суд рассмотрел санкцию и ему определил меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 мая 2015 года. Месяц. Месяц. Так, еще есть одно... У него только одно уголовное дело, да? Нет, еще два уголовного дела. Просто только одно, да? Здесь два уголовного дела. Вот первое уголовное дело по порче имущества. Второе уголовное дело вот по этой лицензии. А, легализация, отмывание, это что-то, по доходу? Нет, такое... А у него присылали. А тут три посчитали. Ему подивили... Мошенничество, ну, это считается... А насчет другого не знаю. Наверное, потомки. Нет, это не знаю. Нет. Ага. Ага. Это, конечно же, в том числе, в том числе. Аксакалники лопон andалин. Я готов. Созвольте в дорогу! Я очень знаю, что он дал. Аксакалники лопон в полиги. Они заступят. Безadia при сборах. Я считаю нужные решения. Я считаю нужные решения. Я считаю, что это... Я не помню. Трудную, мама. Но я не могу не пытаться. Мы советуем, шарлык-сот, в шарлык-соте, в то время Папев cuоруда, реализована тюрьмы, неамыш , асакал. Мы заявились здесь в пенсионерах, в последнее время служили и когда вы получили, тогда у нас в Садзахов вместе с этим. Даже в Шарле. Его официально никто не вызывал, нету повесток, что такое официально вызывал, это удача повестки, он не получал повестки. Четыре раза вызывали его, представителям были выгодны, четыре раза. Об этом я не знаю. Конференция закончена, все, чтобы не ругаться, нету повестки.